Добрый вечер в эфире 12 канала. Итоговый выпуск новостей в студии Константин Лондон. Главное сегодня. О планах реализованных и о том, что только еще предстоит реализовать. Почему амичи должны носить маски, хотя пандемия закончилась. Сколько будет стоить хлеб и каким губернатор был пионером. Александр Бурков дал большую пресс-конференцию. Не парковать, не шуметь, не устанавливать ранее отмененные штрафы. Снова в силе. Кого и за что будут наказывать рублем. Бегут ручьи. Совсем не весенняя история. В городе ищет владельца целой реки из нечистот, которая впадает в Иртыш. Тушите свет. Кина не будет. В Омске могут закрыть кинотеатры. Кто первый и чего ждать дальше. Я на солнышке лежу, на питона не гляжу. Как омские пляжи готовят к сезону и для чего на них выпустили змей. Итак, санкционное давление – это шанс для развития региона. С таким заявлением выступил Александр Бурков сегодня на большой пресс-конференции. Общался губернатор с представителями СМИ почти полтора часа. Одной из главных тем беседы стала текущая экономическая ситуация. По словам губернатора, сейчас омские предприятия имеют все возможности для выхода на новые рынки. Ведется заключение новых выгодных соглашений. Намечается серьезное увеличение экспорта. Это новые поступления в бюджет, финансовая подушка для социальной сферы и возможность развития новых производств. Обо всем по порядку. Екатерина Булычевская. Выстояли в условиях пандемии. Выстоим и под давлением Запада. Этим заявлением Александр Бурков открывает большую пресс-конференцию. По традиции в начале цифры. 188 миллиардов рублей – столько за год инвесторы вложили в омскую экономику. Сумма с девятью нулями – прочная основа, на которой можно строить далеко идущие планы, невзирая на мировую конъюнктуру. В сегодняшних, еще раз говорю, новых экономических условиях, я думаю, нам бояться с вами нечего. Структура экономики Омской области говорит о том, что мы можем смотреть уверенно в будущее. После 24 февраля региону пришлось сделать крутой разворот на 180 градусов. Впрочем, в новом азиатском направлении перспективы дальше и шире, чем прежние европейские. Например, Казахстан заинтересован в создании совместных производств, расширении поставок омской сельхозтехники и элитных семян. Отвечая на вопрос 12 канала об итогах зарубежных рабочих поездок, глава региона перечисляет достижения мечей. Уже сегодня 5 миллионов гектаров полей в Казахстане засеяно омскими культурами. Узбекистан намерен наращивать объемы импорта промышленной продукции. Взамен предлагает закрыть потребности региона во фруктах и овощах. Мы работаем специально для того, чтобы сегодня получить как можно больше заказов, расширить линейку заказов для наших малых предприятий, средних, крупных предприятий, для того, чтобы у нас появились новые рабочие места, чтобы у нас гарантированно была стабильная заработная плата. Поэтому наша работа как раз направлена на поиски новых рынков сбыта и на поставки той продукции, которая может сдерживать рост цен на территории нашей Омской области. Ключевым событием апреля, говоря о деловых визитах, губернатор называет встречу с президентом Такаевым. Принято решение об открытии филиала технического университета в Павлодаре. Это мегапрорыв для образовательной сферы, отмечает Александр Бурков. Они до этого пригласили только Бауманку, да, университет, пригласили МФТИ, физико-технический университет, и институт нефти и газа имени Губкина. И вот четвертый университет, это наш Омский, который сегодня получил такую возможность. Омскую делегацию уже ждут в Китае. Также запланированы визиты в Азербайджан и Киргизию. Еще одна тема пресс-конференции – пожары. Александр Бурков заверяет, в регионе помогут каждому погорельцу. Уже идут единовременные выплаты по 50 тысяч рублей, а с 21 мая Амичичьи, дома пострадали в огне, смогут оформить сертификаты на покупку или строительство жилья. Все те, кто сегодня без жилья, они получат нашу финансовую поддержку. Мы эти средства найдем и вместе с депутатами обеспечим. Еще один блок мер областной поддержки для семей и участников спецоперации. Дети военнослужащих этим летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях за счет бюджета. А для Амичей, которые сейчас находятся на передовой в Украине, уже разработаны программы реабилитации. Семьям погибших предусмотрены выплаты в миллион рублей. И снова журналисты возвращаются к теме экономики. Как в регионе намерены поддержать хлебопеков и нужно ли Амичам волноваться из-за цен? Александр Бурков заявляет, до 1 декабря стоимость хлеба точно не поднимется. На субсидии производителям из областного бюджета выделено 35 миллионов рублей. Плюс столько же поступило из федерального центра. От хлеба к зрелищам насетывания журналистов, что Омск остался в этом году без международного турнира по хоккею, губернатор отвечает, соревнования такого уровня в Омске еще будут. Главное, область к ним уже готова. Все, что было в планах, оно будет исполняться. Мы планировали 89 новых общественных территорий благоустроить в Омске под чемпионат мира. Мы все это сделаем. И арена Омск появится. С 1 сентября она откроется. И вернется наш любимый авангард. Уже по традиции без внимания журналистов не остались гидроузелы и аэропорт Федоровка. По этим долгостроям тоже принят ряд важных решений. Уже заключено соглашение на строительство взлетно-посадочной полосы. Спросили губернатора и про отмену масочного режима. Александр Бурков отмечает. В этом вопросе лучше не спешить. В регионе все еще фиксируют новые случаи заражения. Впрочем, возможно, уже на следующей неделе. Амичам официально разрешат сбросить маски. Оперштаб вновь рассмотрит этот вопрос. Екатерина Булучевская, 12 канал. За полтора часа общения журналисты задали главе региона почти два десятка вопросов. Поинтересовались в том числе перспективами будущего урожая с учетом непростой весны и пожаров. Узнали про эффективность работы чиновников и уголовные дела на экс-сотрудников областного правительства. И даже задали вопрос, каким губернатор был пионером. Полную версию пресс-конференции смотрите сразу после этого выпуска «Часа новостей». А мы продолжаем. В регионе вновь бушует буря. Синоптики предупреждают о мячах бусиление ветра. Вплоть до 22 мая порывы будут достигать 20 метров в секунду. В субботу штормовой ветер принесет 30-градусную жару. Однако погреться под солнцем не получится. Вместе с теплом в Омск придет дождь, возможны грозы. Спасатели напоминают, даже нечаянно брошенная спичка может стать причиной серьезного пожара. Ветер раздует пламя за считанные секунды. В такую погоду лучше ограничить прогулки. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу и не оставляйте от них без присмотра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать страстной режим. При возникновении происшествия и чрезвычайной ситуации следует незамедлительно сообщить по телефону 100 дней. Омский парламентарий готовы снизить налог на имущество для предпринимателей. Соответствующий законопроект, направленный на поддержку бизнеса, сегодня приняли к рассмотрению на очередном заседании ЗАГСобрания. Документ предполагает снижение налоговой ставки на имущество организации с 2 до 1,5%. По мнению депутатов, это поможет многим предпринимателям существенно сэкономить и даже в некоторых случаях попросту сохранить свои активы в условиях кризиса. Это коснется нескольких тысяч наших земляков, это коснется увеличения их доходов. И региональный бюджет согласился поступить со своими доходами ради тех, кто развивает бизнес в Омской области, ради тех, кто дает работу. «Единая Россия» поддержала этот законопроект и активно участвовала в его разработке. В текущее время, конечно, это очень важно бережно относиться к бизнесу, смотреть, какие у них есть проблемы, какие есть потребности. Очень радует, что правительство и депутатский корпус выстраивают такой действительно плодотворный, качественный диалог, благодаря которому можно эти проблемы быстро выявлять. Кроме того, депутаты сегодня единогласно одобрили очередные меры поддержки погорельцев. Теперь мечам, потерявшим жилье в результате пожаров, будут предоставлять новые участки для строительства бесплатно. Землю для возведения дома или ведения личного подсобного хозяйства можно будет выбрать из перечня, который сформируют местные власти. Главное условие – территория должна находиться в том же населенном пункте, что и сгоревшее жилье. Также во втором чтении приняты поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях. Документ, напомню, вводит новые штрафы за неправильную парковку, несанкционированную установку киосков и нарушение тишины в ночное время. Такие меры, напомню, действовали в Омске и раньше, однако в конце прошлого года суд по инициативе прокуратуры признал их недоработанными. Впрочем, как отметили парламентарии, применять драконовские методы к тем, кто впервые нарушил правила, не будут. Сначала контролирующие органы выпишут предупреждение. Когда канализация бьет ключом прямо из-под земли, жители Кировского округа ищут того, кто в буквальном смысле отравляет им жизнь. Из-за трубы с нечистотами, которые находятся прямо под окнами, не только невозможно дышать, страдает и экология. Все отходы сливаются прямиком в иртыш. Впереди летняя жара, а значит аромат будет только крепчать. Люди обращались в различные инстанции, но найти загадочного владельца источника так и не смогли. На место выехала наша съемочная группа. По весеннему веселое журчание этого ручья жильцов близ лежащих домов совсем не радует. Пару месяцев назад семья Екатерины купила дом. На озерцо буквально в 20 метрах никто не обратил внимания. И только после новоселья, почувствовав специфический запах, женщина обследовала территорию и обнаружила трубу. Мы не можем открыть форточку в доме. И когда подошли сюда, здесь были какие-то ремонтные работы. Мы увидели, что есть вот эта река, которая бежит, стекает в иртыш. И спросили, когда это будут убирать. Нам сказали, что они за это не отвечают. Пообщавшись с соседями, Екатерина выяснила, неприятный запах здесь уже много лет. Но в последние два года атака на обонятельные рецепторы жильцов микрорайона усиливается. Особенно поздно вечером. Тут иртыш. Природа неописуема. Просто послушать птиц, открыть окно. Либо выйти с детьми погулять. Приходит много отдыхающих сюда. Но вот этот запах это очень мешает. А летом это мухи. Вода из трубы прямиком течет в иртыш. И так уже несколько лет, если верить местным жителям. Первым подозреваемым стал Омск водоканал. Рядом с трубой расположена канализационная насосная станция. Но в ресурсоснабжающей организации утверждают, работает она исправно и вообще не имеет стока в реку. Но все же после нашего обращения коммунальщики выехали на место. Было обследование. Посмотрели эту трубу. На самом деле данная сеть не находится в аренде нашего общества. Кому она принадлежит, мы тоже сказать не можем. Наши сети проверены. Наши сети гидравлические работают исправно. Жалобу о МИЧИ 12 канал передал и в администрацию Кировского округа. Специалисты также обследовали территорию. Владельца трубы пока не определили, но пообещали взять проблему на контроль. Было принято решение оперативно заказать топографическую съемку, где указаны все коммуникации на данном участке, чтобы проверить, какие коммуникации есть. Неизвестные нам проходят здесь. Может быть, возможно, была врезка прилегающих автомоек. Если у трубы обнаружится владелец, нарушителя привлекут к административной ответственности. Если объект окажется бесхозным, то оштрафуют того, кто спровоцировал сброс канализации. А затем начнут процедуру постановки коммуникации на баланс. Светлана Мельниченко, Сергей Пайхалов, Сергей Никифоров, 12 канал. Наши коллеги из программы «Управдом» будут держать эту ситуацию на контроле. О других проблемах жилищно-коммунального хозяйства расскажут уже сегодня в новом выпуске в 21.30. Для дачников и садоводов необычную акцию сегодня провели члены партии «Единая Россия». Жителям Ленинского округа они раздавали рассаду. Более 10 тысяч саженцев томатов, баклажанов и перцев получили садоводы из семена петрушки, базилика и редиса. Социальными партнерами акции выступили один из теплично-прониковых комплексов «Омска», а также благотворительный фонд. Организаторы отмечают, акция проводится уже не в первый раз. У нас в Ленинском округе немалую часть занимает частный сектор. Эти жители тоже очень рады такому прекрасному мероприятию. Ну и, конечно же, садоводы. Это для них больше делается. Тем более, в сложившейся ситуации, поддержка населения всегда хороший повод встретиться с жителями, пообщаться. Вопрос импортозамещения сегодня один из ключевых для российских предприятий. Компания «Вэлта» – одна из ведущих в России и единственная в Омской области, выпускающая электрощитовое оборудование для крупнейших корпораций страны. Эту проблему решила в кратчайшие сроки. Здесь активно используют российские станки, а также перешли на отечественные и азиатские комплектующие. И уверены, что никакие потрясения на рынке не страшны. Подробности в следующем материале. Всем хорош, американский станок для резки металла. Вот только производитель перестал сотрудничать с Россией. Но даже если американец выйдет из строя, производство на этом предприятии не остановится. Уже закупили отечественное оборудование. Сначала взяли один станок «Юнимаш», увидели его возможности, приобрели и второй. Выпускают здесь различные электрооборудования. Заказчики ведущей компании страны – строительные, металлургические, нефтегазовые. Эти подстанции отправятся в Иркутскую область. Вся начинка импортозамещенная. Приходится в нынешнее время приоритироваться на поставщиков, потому что у нас основные поставщики – это были европейские страны. Такие известные марки, как «Шнайдер», «Легранд». Сейчас приходится пересогласовывать на те страны, с которыми мы немножко дружим, так как Корея, Китай. Это же оборудование ставят и в низковольтные комплектные устройства. Участок, где выпускают ячейки передовой. Его выбрали в качестве пилотного для реализации национального проекта «Производительность труда». Каждое рабочее место переоборудовано, чтобы человек не тратил время зря. Весь крепеж под рукой для каждого заказа – своя тележка с комплектующими. Все комплектующие, из которых состоят шкафы, панели, были приближены к рабочим местам для того, чтобы рабочий не ходил по участку и не искал кабель или какую-то любую продукцию. Все необходимое, все расходные материалы находились у него в зоне прямой видимости. Здесь, признают, подобные устройства сейчас выпускают многие компании. Но у Амичей свой козырь – цифровые решения, которые позволят заказчикам улучшить производственные процессы. Они смогут оперативно диспетчеризировать сети, то есть избегать потерь мощностей, то есть оперативно находить какие-либо неисправности в своих сетях и будут лучше использовать. Это в конечном счете скажется на потребителях электроэнергии, если мы говорим о сетевых компаниях. В нынешней ситуации заказов у предприятия меньше не стало. Фирма продолжает развиваться. Вот затеяли большой ремонт для нового офиса. Руководство отмечает, компания смодостаточная и готова к любым изменениям на рынке. Ксения Пашкова, Денис Жарков, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Оказались на грани закрытия. В Омске прекращают работу один из старейших кинотеатров – Маяковский. Кино здесь перестанут показывать уже на следующей неделе. По словам совладельца, отечественные фильмы не приносят прибыли и не окупают затраты. Впрочем, не исключено, что прокат могут и возобновить. Сейчас руководство ждет каких-либо решений на федеральном и международном уровнях. Остановить кинопоказ может и Слава, как прокомментировал 12 канал и его руководитель. Сейчас стоит вопрос о рентабельности. Заведение не может выйти на самоокупаемость. Спрос на билеты упал после того, как зарубежные киностудии решили приостановить прокат своих фильмов. Омский зритель к таким изменениям в афише оказался не готов. Слишком привык к иностранным блокбастерам. Есть разливы разные фильмы. И европейские, и американские, и азиатские. И отечественное кино. Если кинотеатры закрываются, если закрываются Маяковские, Слава Город, наверное, неохотно идут. И смотрите во второй части нашего выпуска. Эталон строительства. Мечам презентовали новую жилищную философию. Звук, который может спасти жизнь. Инвалиды по зрению остались без маячка для движения. Я на солнышке лежу, на питона не гляжу. Как омские пляжи готовят к сезону и для чего на них выпустили змей. Каркасные бани. Скидки, доставка бесплатно. Кедровый мир. 50-50-24. Знаешь, где водится вкусная рыба? Для барбекю и мангала. В рыбном гурмане на 10 лет октября 72. А настоящим гурманам скидка 10% каждый четверг. Все поднимают цены. Мы снижаем. Фонари на солнечной батарее. 59 рублей за штуку. И еще тысяча позиций по распродаже. Весь свет. Лермонтова 192В. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. 45 06 05. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Автосалон Автобан. Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Микрорайон, который станет визитной карточкой Омска. Группа «Эталон» приступает к реализации проекта «Зеленая река». На левобережье, в границах Волгоградская, Кондратюкая и Верхнеднепровская появится уникальный жилой квартал. Проект рассчитан до 2030 года. Сегодня «Эталон» торжественно открыл офис продаж. Он располагается на Карла-Липнихта 4 в здании товарищества Тверской мануфактуры. Место выбрано не случайно. Больше ста лет назад при постройке этого здания применялись самые передовые материалы и технологии. Что перекликается с подходом федерального застройщика. Подробности далее. Три, два, один. Это начало новой истории Омска. Приход компании «Эталон» перевернет всю строительную отрасль. В городе начнут возводить современное жилье столичного уровня. Каким будет микрорайон «Зеленая река» можно увидеть в офисе продаж. Это макет первой очереди. В 2024 году здесь дадут 14 домов, монолитных с вентилируемыми фасадами. Благодаря переменной этажности в квартирах и во дворах всегда будет солнечно. Губернатор Александр Бурков назвал проект масштабным, отметив особый подход «Эталона» к строительству. Миллион квадратных метров за короткий срок 31 тысяча жителей появится в этом микрорайоне. Подход будет комплексный. Со строительством социальных объектов, детских садов, школ, объектов здравоохранения. Обязательно зеленая зона, обязательно зона отдыха для детей, спортивная зона. Сама философия бизнеса, она рада. Она, конечно, нас радует. Омская область стала первым регионом, куда решил зайти федеральный застройщик. Причин несколько. Омск – крупный индустриальный город, в котором, кстати, президент компании в молодости часто бывал. Поэтому поработать здесь ему было бы интересно. А еще в «Эталоне» оценили усилия властей по развитию Омска. Нужен был именно крупный инвестор, который зайдет не на год, не на два, а на десятилетия, и сделает что-то новое. И за ним потянутся другие. Будет большая конкуренция. Это хорошо. Каждый застройщик крупный будет стараться сделать еще лучше. От этого выиграет только город. Во сколько обойдется квартира в Зеленой реке – это зависит от площади и планировки. Застройщик заявляет, что ориентировался на среднюю стоимость квадратного метра в городе. Покупатели могут рассчитывать на выгодные кредиты, а также ипотеку с господдержкой, что сделает покупку жилья более доступной. Никита Гайдаш, Денис Жарков, Илья Иковленко, 12 канал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошлой неделе вышел из строя звуковой сигнал. Сейчас оборудование заменили, однако переходить дорогу, ориентируясь только на слух, до сих пор невозможно. Звук очень тихий, городской шум полностью его перекрывает. По словам незрячих пешеходов, услышать сигнал не помогает даже их обостренный слух. В этом поселке, Амурском, много инвалидов по зрению живут, пожилых очень, детей. Представляете, как вот рябинушка тут находится, социальный центр, да. Вот представляете, вот человек старенький, да, пошел с рябинушки, ну, всякие же зрения есть. И не услышит, не дай бог, а попадет под машину. Специалисты пояснили, существуют разные устройства звукового сопровождения. У одних громкость не меняется, у других ее можно отрегулировать. Именно такой маячок и поставили на заре. Скорее всего, рабочие промахнулись с настройками. Однако сегодня к вечеру, как пообещали 12-му каналу, их откорректируют. По нормативам сигнал в городской среде должен быть отчетливо слышен на расстоянии 5 метров от маячка. Некоторых омечея звук раздражает настолько, что дело порой доходит до вандализма. Светофор намеренно выводят из строя к таким случаям, как отмечают в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, уже привыкли. Видимо, какие-то конфликты будут время от времени возникать. Но дело в том, что приоритетнее является все-таки жизнь человека. А слабовидящий пешеход, переходящий улицу, действительно по-настоящему рискует. Поэтому звук так или иначе этих маячков будет присутствовать. Стоит отметить, что сейчас в разработке находятся звуковые маячки, которые автоматически подстраиваются под шум города. Вероятно, после того, как их начнут выпускать и устанавливать на светофоры, стороны смогут прийти к компромиссу. В Экошкоре для современных медиа. В образовательном проекте Омского союза журналистов обсудили выбросы. Правда, речь шла не о загрязнении воздуха, а о фейках в информационном поле. Спикером на встрече выступил Рашид Исмаилов, председатель общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология». Какие темы поднимали начинающие и опытные эко-журналисты? В разговоре с федеральным экспертом расскажет Наталья Бельская. Сегодня большой информационный шум вокруг экологии промышленных городов. Как простой человек может разобраться в такой информации, если даже профессионалы порой не могут отличить фейк от достоверных данных? Да и негативные новости воспринимаются лучше. Так устроено сознание человека. Журналистам при освещении вопросов экологии очень важно не допускать неточностей и предоставлять максимально объективные сведения, подчеркивают эксперты. Встреча оказалась продуктивной. На самом деле, очень стало интересно именно то, как заботиться об экологии в нашем городе. Что есть программы, есть люди, которые искренне в этом, в принципе, заинтересованы. Однако в том, чтобы окружающая среда стала лучше, заинтересованы не все. Одна из самых острых проблем в Омской области – так называемые серые зоны. Это мелкие неучтенные предприятия, которые оказывают влияние на природу. Такие никто не проверяет, просто потому, что их деятельность нигде не отражена. Ежегодно в регионе таких выявляют десятки. Многие крупные компании тоже не стремятся пускать к себе надзорные органы, оттягивая сроки проверок. Эксперты говорят, если ты открыт, значит безопасен. Если не предоставляешь экологические данные, значит, есть что скрывать. Пример открытости и, наверное, обеспечением прозрачности своих действий, своей работы в экологической сфере – это компания «Газпромнефть», Омский нефтеперерабатывающий завод. Это объект федерального уровня. И на федеральном уровне он тоже признан как один из лидеров в этой повестке. Еще в 2018 году между региональным Минприродой и Омским НПЗ было заключено соглашение об экологическом партнерстве. Его важным условием является готовность предприятия в любой момент обеспечить доступ на свою территорию для специалистов регионального надзора. Чтобы так было на каждом производстве, необходимы совместные усилия власти, общественности и бизнеса. Наталья Бельская, Сергей Гаев, 12 канал. Тестировали знания английского. Омские школьники начали сдавать итоговые экзамены первыми. Тестацию проходят девятиклассники. Сегодня они проверяли знания иностранных языков. Экзамены у ребят продрятся до 22 июня. Девятый класс в этом году заканчивает больше 11 тысяч школьников. Что касается 11-ти классников, в этом году их почти 5 тысяч. Первые ЕГЭ они будут сдавать 26 мая. Это предметы по выбору. География, литература и химия. Кстати, как отметили в департаменте образования, в этом году у школьников популярны точные науки. У нас намечается такая тенденция, или модное слово «тренд», о том, что у нас больше выбирают физику, больше гораздо выбрали химии в этом году, и девятые классы выбрали гораздо больше информатики. Выпускные для 11-ти классников в этом году запланированы на 25 июня. А вот последние звонки в омских школах состоятся уже в эту субботу. Они пройдут в очном формате. Омские пляжи готовят к летнему сезону. Сюда уже завезли 700 тонн свежего песка. Ведется набор спасателей и других рабочих. Перед открытием мест отдыха речное дно проверят и очистят от мусороводолазы. Это необходимо, чтобы обезопасить тех, кто все же решится окунуться в Иртыш. Купаться в реке, напомню омичам, не рекомендуют уже на протяжении нескольких лет. Качество воды оставляет желать лучшего. В этом году специалисты также возьмут пробы. Что касается даты старта пляжного сезона, она остается прежней. 1 июня работу начнут 5 таких мест отдыха. Между тем, некоторые омичи, не дожидаясь официальной даты, уже открыли пляжный сезон. Погреться на солнце приходят в необычной компании. Так, на советском пляже Константин Наумов выгуливает своих рептилий. Солнце, воздух и вода полезны для питонов. Гуляют они без намордников и поводков. Безопасно ли это для окружающих и нет ли риска для самих змей, узнал Денис Жарков. Эти кадры сняты не где-нибудь в тропиках, а в Омске, на советском пляже. Константин Наумов вывел своего питомца на прогулку. Тигрового питона-альбиноса зовут Клеопатра. Ей 6,5 лет, весит 9 кило и вымахала до 2 метров 70 сантиметров в длину. Выгуливает рептилий Константин уже около 8 лет. Солнечные ванны змеям полезны. Змея, она целую зиму сидит дома. Соответственно, не видя солнца, возможны проблемы со здоровьем. Витамин Д нужен, тем более она любит плавать. Она может нырнуть и спокойно перенормить и ртышь на одном дыхании. Поэтому всегда в зоне, чтобы успеть схватить ее. Дома Константина живут 4 змеи. Уследить за всеми было бы нереально, да и тащить с собой сразу 4 увесистых рюкзака тяжело. Поэтому хозяин возит змей на пляж поодиночке. И не спускает с них глаз во время прогулки. Особенно, когда отдыхающие проявляют интерес. Обычно это дети. В жаркие дни, когда на пляже многолюдно, питона могут тискать сразу 10 малышей. Да и взрослые норовят потрогать. Самый повторяемый вопрос у женщин. Я так боюсь змеи. Можно я подержу ее? Логика. Не один мужчина, если он боится, никогда не будет делать то, что он боится. Женщина наоборот. От избытка внимания змеи не в восторге, но агрессии не проявляют. Максимум постараются сбежать. Хозяин объясняет это тем, что питомцы привыкли к запаху человека и за угрозу людей не считают. При этом отличаются не только незлобивостью, но и неприхотливостью. Кормишь раз в месяц, убираешь раз в месяц, опилки меняешь по настроению раз в три месяца. То есть можно уехать на три месяца, и это будет не критично для змеи совершенно. По корму получается у нас 200 рублей в месяц на питание. Кролик один. Со всех сторон сплошная экономия. Но это если не заниматься разведением. Специальный инкубатор стоит почти как автомобиль. А без него змееныши не выживут. У Клеопатра уже было потомство, но сохранить его не удалось. Поэтому Константин Аумов подстраховался. Приобрел. Так что следующая беременность уже не застанет его врасплох. Денис Жарков, Дмитрий Храмцов, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра 20 мая в Омске облачно с прояснениями ночью до плюс 13, в дневные часы 17-20 градусов выше ноля. В районах облачно и небольшой дождь. В ночные часы плюс 9-11, днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Такова картина дня в Омске. Всего вам доброго и до встречи завтра на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин